В Новосибирской области. А самым интересным, мы всегда стараемся рассказать нашим слушателям, чтобы они не упустили. Это даже с учетом того, что летом обычно немножко затихает. Да, у нас не затихает, а наоборот случилось замечательнейшее событие, о котором мы не могли не рассказать. 31 мая библиотека имени Толстого провела презентацию, наконец-то, уникальной образовательной интерактивной карты Новониколаевска «Живая история. Закаменка. Начало». Об этой карте мы немного рассказывали относительно недавно в эфире «Радио 54», а презентация уже состоялась. Ура! Детали произошедшего будем выяснять у главного библиотекаря Центральной районной библиотеки имени Толстого, Виталия Шатовкина. Он с нами в гостях в студии «Радио 54». Виталий, вам еще раз доброе утро. Доброе утро. Очень рады вас видеть. Виталий, ну вообще почетнейшая история. Насколько нам известно, вот подобная интерактивная карта, помимо Новосибирска, что-то подобное есть в Сочи, да? Да, к Олимпиаде в Сочи готовили подобный проект. И, собственно, все, да? Есть в Санкт-Петербурге один из районов, библиотечная система Красногвардейская, по-моему, района сделала что-то такое, но выполнение немножко отличается от нашего. У нас гораздо лучше, эффективнее и ярче. Это при учете того, что, наверное, не стоит сравнивать финансирование столичное? Ну, скорее всего, да. Ну, вопросы финансов мне неизвестны. Я думаю, что здесь нужно все-таки отталкиваться от любви к своему городу. Это самое главное. Вообще любовь самая главная. Да, да, да. Любовь самая главная в жизни. И поэтому в России очень много интересных мест, даже если брать не столичные города, допустим, там Великий Новгород, Екатеринбург, Калининград со своими уникальными событиями, людьми. И чем Новосибирска хуже? Абсолютно верно. Давайте вернемся к Новониколаевску и непосредственно к карте. Как все начиналось? Начиналось от того, что в библиотеке возникла идея, почему бы не сделать интересным тот период жизни и образования города с 1893 года по 1902, и как-то это преподнести жителям в виде готового продукта. Мы написали программу, и так получилось, что наша программа «Живая история за камень к началу» выиграла грант фонда имени Михаила Прохорова, и работа закипела. Ну, понятно, что вся эта информация доступна, то есть желающий историк может пойти найти все-таки в архиве, почитать для себя, но вот сделать это доступно абсолютно для любого человека. И причем зрелищно. Да, зрелищно, и в том формате, который сейчас у нас, скажем так, превалирует именно, зрительный ряд, это дорогого стоит? Ну, на самом деле, дорогого стоит, но все-таки то, что интересно для нас, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы это действительно было интересно для наших читателей, в первую очередь, наш продукт, он посвящен школьникам и студентам, потому что это все-таки образовательный модуль, при помощи которого ребята, учащиеся в Новосибирской школе, могут узнать о Новониколаевске, ну, не досконально, но более подробно. Город у нас хоть и молодой, но очень интересный тот период, зарождение его первого десятилетия, напитанный уникальными событиями, случаями, людьми, которые мы при помощи карты попытались преподнести и школьникам, и жителям города, и гостям. А вообще, вот насколько хорошо документирован именно тот период? Документирован очень слабо, наверное, самая сильная проблема – это поиск фотографий, то есть, если, например, взять тот же Томс, которому 400 лет, да, то Новосибирск, которому там 100 с хвостиком, есть фотографии, которые были сделаны, там, 120 лет назад и так далее, но их небольшой процент. Какими источниками пользовались для Москвы? Ну, нам неоценимую помощь оказал известный новосибирский историк, реветописатель Игорь Юрьевич Маранин, он был нашим консультантом по этой программе, и совместно с ним мы работали. И его источники, я думаю, что ему стоит рассказать, а мы пользовались архивными газетами, газетами 120-летней давности, какими-то источниками, которые были в открытом доступе, это источники музея города, это фотобанки различные, в которых есть фотографии, вот из этого мы составляли тот продукт, который готов. Но вот так по-простому на пальцах, для человека, который не совсем, например, понимает смысл фразы «интерактивная карта», это, грубо говоря, человек заходит с любого устройства мобильного? Сейчас карта доступна со стационарных компьютеров, ноутбуков и планшетов, делается адаптивная версия для мобильных устройств и до Full HD. Хорошо, мы заходим на сайт, что мы там видим? Вы заходите на сайт zakamenkacbstolstoy.ru, перед вами открывается стартовая страница, на которой есть стилизация Новониколаевска с его различными строительными архитектурными объектами. Это как компьютерная игра. Да, это как компьютерная игра, и вы начинаете путешествовать по Новониколаевску того времени, там есть 10-10 периодов, то есть 10 лет каждому периоду посвящен отдельный слой, который в себя вбирает 10-12 дат, событий, и это все стилизовано при помощи ярких красочных иконок и вписано в окружающую действительность того времени. И вы открываете иконку, например, если, допустим, это 1893 год, и там есть чертово городище, то это фотографии чертово городища того времени и небольшая информационная справка об этом месте. Например, самая главная иконка, на мой взгляд, это иконка, когда 30 апреля 1893 года из Колывани сюда поездом выехали первые строители моста, первые строители города. И вот, наверное, это точка, это чекпоинт, от которого и началось строительство. Точка невозврата. Да, точка невозврата, после которой в Сибири было все уже решено, кто есть кто. Да, 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 это ключевый момент, это правда. Получается, осталось только дело за малым под мобильную версию. Да, 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 сейчас наши программисты, которые просто молодцы, золотые ребята, они делают адаптивную версию для мобильных устройств и для, как я уже сказал, Full HD, потому что там немножко другие форматы. И нужно все-таки это немножко переформатировать. Кто отвечал за дизайн, за картинку? Ведь это очень важный момент, кто работал. Вот, для того, чтобы выбрать картинку, мы провели конкурс инфографики среди студентов, школьников, учащихся в вузах. Было прислано более 30 заявок, мы остановились на 32 участниках, это там были и командные работы, и сольные работы. Вот, и, получается, победила Ксения Корчевская. Это студентка НГПУ, она полностью отрисовала нам и паттерн карты, и саму карту, и нарисовала более 150 иконок, из которых мы выбирали, что кому подходит. И, соответственно, она взяла наш гран-при, то есть и карта в ее исполнении. Я предлагаю сейчас... Закаменка, црб, црб.толстой.ру Но ссылки на этот сайт есть и в соцсетях библиотеки имени Толстого, и в общем, просто перекидывайте. Да, совершенно верно. Виталий, вот не так давно у нас в гостях в эфире побывали представители, или, наверное, даже родоначальники проекта «Летопись Новосибирской области». Они рассказали такую интересную вещь, что абсолютно любой человек может поделиться материалом и вписать свою историю в эту летопись. Как с этим обстоят дела у вас? Да, у нас тоже нет жестких ограничений. То есть любой человек, который найдет какую-то интересную информацию за тот период, про который рассказывается в карте, то есть, я напомню, это первые 10 лет из жизни Новониколаевска, он может нам на почту библиотеки прислать информацию об этом событии, факте, об интересном человеке, который еще неизвестно. Может быть, это будет какая-то семейная история, либо что-то еще. И мы, соответственно, добавим эту информацию к нашей карте. То есть нарисуем картинку, сделаем информационное окно, и на этой карте появится еще один пункт, который привлечет внимание к себе пользователей. Ну да, учитывая, что, как вы сами сказали, документальных ресурсов очень мало того времени, будет неплохо, если новосибирцы прошерстят свои домашние архивы. Да, 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 да. Соответственно, эти вот семейные истории, которые хранятся только в семьях, было бы интересно узнать о них именно вот того времени истории. Это какая-то статичная картинка на сайте или с точки зрения удобства юзабилити пользователя? Как, насколько все легко листается? На самом деле, там все очень просто, интуитивно понятно. То есть, ее можно приближать, ее можно удалять, можно переходить со страницы на страницу. Есть очень простой функционал, при помощи которого пользователь может выбирать для себя любой понравившийся период, делать ее визуально приближенной, досконально, чтобы изучать и картинки сами, и читать информацию. Вот судя по тем документам, которые удалось прочитать, воспоминания и прочее, прочее, как считаете, новосибирцы того времени сильно отличаются от современных? Я думаю, что Новосибирцы-то сильно отличаются от современных, а вот органы власти, к сожалению, недалеко. Это хорошо, да. Ну, с точки зрения, знаете, современного жителя мегаполиса, библиотека имени Толстого, она в этом смысле всегда очень приятно удивляет, потому что сотрудники, ваша большая дружная команда, никогда не стоят на месте, очень внимательно следят за тенденциями, что и, собственно, появление интерактивной карты доказывает. Да, здесь на самом деле у нас два ингредиента, из которых складывается успех. Это то, что библиотека и самая старая библиотека в городе, и, во-вторых, это наш директор Наталья Николаевна Новиков, который действительно много вкладывает в развитие библиотеки, делает ее современной, делает ее необходимой и нужной для жителей, в первую очередь. И вот, наверное, вот эта вот связка, коллектив, эта традиция, тот опыт, который библиотека накопила за период своего существования, он и помогает нам оставаться на гребне волны, и это прям очень здорово. Я думаю, что это не последний наш проект, и новые задумки есть, и в скором времени мы постараемся этот город удивить еще чем-нибудь. Библиотека Толстого есть на интерактивной карте? Есть. Давайте буквально в паре слов об истории библиотеки. Библиотека была основана Григорием Моисеевичем Будаговым в 1894 году как народная библиотека или избочитальня дешевых подписных изданий, в которой он и, собственно, книжной коллекции передал 127 томов, и эти 127 томов, по сути, являются той базой, на которой выросла вот сегодняшняя библиотека Толстого. Библиотека развивалась, она меняла свои локации по городу, и вот в сегодняшнем времени она находится на восходе 26, и готова встретить радушно и открыть двери перед всеми желающими читателями, гостями. Так что приходите в библиотеку. Вот теперь стало абсолютно понятно, почему именно ваша библиотека занимается этим проектом. А ты представляешь, как Новосибирск своим вот этим замечательным опытом вдохновит библиотекарей других городов Российской Федерации? Потому что это опыт-то такой показательный, сразу захочется как-то подтянуться тоже, успеть, да? Ну да, на самом деле вот эта вот положительная конкуренция, которая сейчас присутствует практически во всех средах, она должна благоприятно влиять на развитие социального пространства, потому что если мы все-таки уйдем сами в себя, и будет библиотека в себе, она будет никому неинтересна, и станет просто серой. А библиотека как открытое пространство, которое предоставляет городу огромные ресурсы, и просветительские, и познавательные, и увлекательные, это совсем другое место. И здесь можно говорить о том, что действительно библиотека идет в ногу со временем не только с тем пространством, в котором находятся, но и с теми жителями, которые находятся вокруг нее. Каким будет следующий период интерактивной карты? Какой следующий слой? Логически сделать период 1903 года, 1912 года, то есть это вот как раз период перед развитием сибирского Чикаго, когда здесь уже проживало очень много людей, когда Новосибирск уже перенял пальму первенства в Сибири, и у Томска, и у прочих городов, и стал наполняться... Подготовка к рывку индустриальному. Да, подготовка к рывку, да, то есть вот к тому моменту, когда он действительно стал ого-го-го-го, то есть это... Хороший научный термин. А термин сибирский Чикаго, он же как случайно же в речи появился, вот так, и закрепился. Его приписывают, и Луначарскому, и многим другим, но на самом деле есть очень много аналогий с американским Чикаго, то есть и там первый миллионник, вот за короткий период времени, и здесь вот первый миллионник, и там... Ну понятно, что это на пустом месте, опять же архитектура... Да, 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 безусловно, то есть вот такие вот интересные моменты, которые имеют место быть в окружающем пространстве, немногим известно, но они могут сыграть ключевую роль и для жителей, и для гостей города. Да, и мы вот хотим эти интересные моменты действительно как-то упаковывать приятно, современно, интересно, и отдавать жителям, чтобы они ценили и любили это место, в котором живут. Это совсем не похоже на какой-то пресловутый, скучный урок истории, да, или же какое-то понятное, привычное посещение библиотеки, да, это уже совсем... История пишется, да, вот таким опытом. Да, 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 ну да, история пишется и вами, и нами, и мы все вместе пишем. А когда у нас вообще в школах появятся уроки краеведения? Они, я думаю, что уже в школах есть, и есть такой... Ну, точно, да. Да, локальный компонент, когда ребята изучают историю родного края, историю родного города, вот как раз, наверное, под этот компонент мы этот модуль-то и сделали. То есть учитель может просто открыть, например, 1893 год с его там 12-ю поинтами, информационными справками, и в течение 40 минут ребята будут путешествовать, благо сегодняшние классные комнаты снабжены техническими возможностями, чтобы это демонстрировать на большом экране, им будет интересно поиграть в эту игру на уроке, и урок перестанет быть пресловутым уроком, вот в том понимании, в котором... Я просто как мама сейчас думаю, как повезло моей дочери. Вот в такое время жить. Да тут начать надо с того, что сам преподаватель узнает, если я много говорила, скорее всего, за рамками школьной программы. Да, то есть это взрослых сложно отогнать от интерактивного стола, потому что по гранту нами был куплен большой интерактивный стол, на котором карта демонстрируется, и вот взрослые читатели приходят и не могут отлипнуть. Ну большой-то, насколько большой? Ну вот как половина вот этого стола, что ли, даже... Вот сейчас радиослушатели все понимают. Сколько вешать в граммах? Ну, я не знаю, сколько у него диагональ, по-моему, то ли 104, то ли 108 дюймов. Ого! Вот так вот, представляешь, как здорово. И территориально, напомним, это находится... Да, Восход 26, входите в центральную дверь и направо. И давайте вместе еще раз, Виталий, всех слушателей Радио 54 пригласим на сайт, где можно... Да, уважаемые слушатели, жители города, библиотека Толстого открывает перед вами свои двери, она будет вам рада и интересна в любое время. У нас есть чем вас удивить и чем разнообразить ваше чтение, и, конечно же, показать интересные ключевые моменты из истории нашего города. Приходите и чувствуйте себя как дома. Все, ты позволю себе поправку. Библиотека открывает не двери, она открывает возможности. Да, 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 да. Вот это точно, да. Теперь, да, ну и мы желаем вам, чтобы с последующими грантами, для того, чтобы удалось воплотить задуманное в жизни, не возникало никаких проблем, чтобы это как можно оперативнее решалось, поскольку это, конечно, стопроцентная инвестиция в жизнь наших детей. Спасибо, ребята, спасибо, ребята, вам за это пожелание. Действительно, я думаю, что теперь, следующий период из жизни Новониколаевска будет сделан нами на ура. Ждем следующий слой. Ждем следующий слой. А Виталий Шатовкин, главный библиотекарь Центральной районной библиотеки имени Толстого, был с нами сегодня в гостях. Я уверена, что с этой замечательной библиотекой мы еще услышимся и увидимся. Виталий, огромное спасибо за такие новости. Спасибо вам. И поздравляем. Это большое событие. Спасибо, это очень приятно. Завтра предлагаем с 8 до 11 проводить вместе, друзья, очередную трудовую неделю и с головой в длинные праздничные выходные. Как приятно это звучит, Юлия Игоревна. Им тоже надо быть морально готовым. Алексей Кузнецов был с вами сегодня. Юлия Огнева. Всем хорошего дня. Одевайтесь теплее. И удивляйтесь. Это, кстати, тоже полезная навыка. Берегите себя, друзья. Ну вот, кстати, помните, кто бы вам что ни говорил, в любых жизненных ситуациях, как ни крути, проверено, именно вы лучшие, что есть на этой планете. Это 100%. До завтра. Пока-пока. Простые. Человеческие. Свои.